Всем привет, продолжаем пройдить по образам ханетичной мифологии. Сегодня расскажу вам о поэтической истории любви амура и психеи, которая рассказала о пуле и метаморфозах или золотом осле, знаменитое произведение. Юная царевна психея отличалась необыкновенной красотой. Люди стали создавать ей почести наравне с Венерой, что было вообще неправильно. Конечно, охваченная завистью богиня Венера приказала Амуру вызвать в душе соперницы любовь к самому ничтожному человеку на Земле. Но Амур, очарованный психеей, упросил зефиров перенести и красавица своей чертоги, куда являлся в глубокой тьме. Психея не догадывалась, что покорила сердце бога любви. Однажды она, побуждаемая непопытством, зажгла светильник и увидела уснувшего Амура. Она узнала сына Венеры, рука ее дрогнула и капля горячего масла из светильника упала на плечо спящего. Амур проснулся, был возмущен, разгневанный, покинул испуганную цареву, долго блуждала в поисках возлюбленного печальния психеи. И повсюду Венера преследовала ее своей ненавистью. Как-то жестокая богиня послала психеи к владычице подземного царства Прозерпения. За волшебным ящиком, в котором якобы хранилась красота, было запрещено у него заглядывать. Но и тут, любопытная не устояла, подняла крышку, вырубил ядовитое испарение и, вдохнув их, психея, бедная психея погрузилась в глубокий сон. В это время слетел на землю Амур, поцеловал и пробудил девушку. Юпитер, вняв просьбу сына Венеры, даровал психеи бессмертия. Она вознеслась на Алим и стала супругой Амура. Психея часто изображалась девочкой с крыльями бабочки. Вот такой рассказ о буре и психее. Все, всем пока, всем привет, покажу вам несколько скульптур картин, которые я нашел в интернете по этому сюжету. Пока-пока, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...